А куда мы сейчас поплывем? Мы поплывем на тот пляж, который отделен от всего мира вообще. Туда пути нет, только на рыбаткой лодке. Я расскажу про того человека, который совершенно случайно обнаружили спустя 22 года, прожитых им на этом пляже. Он называется Плая Эрмитания, то есть пляж вообще-то. Ну а о нем немножечко позднее. Сейчас мы наплаваемся, а потом мы вам все расскажем. Мы купались на пляже Вале, увидели лодочников, точнее рыбаков на лодке. И Катя сейчас с ними договорилась, чтобы сплавать на один прекрасный пляж, на пляж Отшельников. Быть нам туда 35 минут примерно, так что мы готовы. Мы приплыли на пляж Отшельников. Катя сейчас чуть позже расскажет про эту историю. Сюда просто так не добра, только на лодке. Наземного подхода здесь нет. Ты бы хотел провести здесь 22 года, скажите? Не, спасибо. Вот, Шельников пляж. И представьте, как были медленные испанцы, которые прибыли сюда в 18 веке, неожиданно на дальнем уединенном пляже, сюда нет дороги к Локопу, обнаружили мужчину, которого звали Луис. Он был французом, и мы точно не знаем, каким образом он попал сюда, но знаем, что у него было пиратское прошлое. Сбежал ли он на своих товарищей, просто захотев спокойной жизни, разбил с него лодка от халы, но он прутал здесь 22 года. Один, полностью один. Наедине вот с такой потрясающей природой. Это помните фильм с Томом Хэнксом «Избой»? Вот это, я думаю, примерно то же самое. К нему прибыл, наверное, какой-нибудь чайчик или дощечка, он сделал «Избой», говорю. А давно это было? Это 18 веке. Конец этой истории может быть не такой счастливый, как можно было бы ожидать. Несмотря на то, что испанцы его простили, знаете, он стал почти сметим в глазах 20, 2 года, живое единение. Собрали с собой в Санто-Доминго, но он не смог не способиться окружающему миру. Слишком много прошло времени. Поэтому он быстро очень умер. А название осталось. Это пляж Эрмитанию, пляж Оршельников. Это маленький остров, который называется «Крайний остров Оршельников». И здесь, кроме нас, пляжей глубоко. Сегодня нет никого. Добраться сюда крайне трудно. Бежим купаться под дождем. Под дождем. Немножко. Смотри, какая темная. Вообще. Хоть после квадриков отмутся немножко. Смотрите, идет дождик, мы купаемся. А дождик сильный. Ну, нам нет смысла плыть назад. Дождик лучше поплавать, чем плыть. Как же пища? Нам сорвали кокосов. Какой он вкусный. Спасибо. Спасибо. Ну что, пьем кокос по традиции? А как же без этого? Очень вкусно. И он еще такой пасырный. Там очень много молока. И очень полезно. Все. Мы мчимся. Подходим к съемочной площадке. Что он говорит? Он просто строитель. Он просто строит. Будет фильм. И мы спросили, а какой он? Он говорит, я не знаю. Мы просто строим декорации. Это не декорации, это будет свет. Оля. Это здесь будет размещен свет. Мы говорим, а какой фильм? Местный, доминиканский или голливудский? Он этого тоже, к сожалению, не знает. Я знаю. Это будет Голливуд. Ну вот здесь стоит дерево. Это, скорее всего, уже... Видите, это все конструкции просто для света. То есть весь съемочный процесс будет происходить на пляже. И им нужен хороший свет. Но они себе местечко отгробастали. Посмотрите. У них будет съемки и на океане, и на речке. Тут протекает пресно река. Вау, да? Работы идут полным ходом. А вот сейчас там идет дождик. И он, походу, нас сейчас настигнет. К нам, да, идет? Надо бежать. Сейчас промокнем все. Вот такой вот закат. Небо стало еще ярче. Сегодня мы хорошо поспали. Время 8 утра. Я сижу на балконе, завтракаю. Точнее, лежу на лежаке на балконе. И смотрю на остров Бакарти. Вот такой вот у нас вид с балкона. Ого! Ленчик мне принесла свежий кофе. Спасибочки. Что, оставить? Нет, пускай там уже греется. Я люблю горячий кофе. Спасибо. Мы сейчас уезжаем с наших апартаментов. Надо, конечно, их было снять заранее, когда они еще были чистые. Сейчас покажу, что мы снимали. Стоили они 75 долларов в сутки. Здесь две спальни, мы здесь втроем спали. Вот это у нас зал с кухней. Здесь вот я лежал до кофе. Там у нас рассвет. Можно встречать. Там остров Бакарди. Тут большой-большой-большой балкон, на котором можно футбол играть. Там вчера был закат. То есть здесь все видно. Отличные апартаменты. Не дорогие. Здесь все необходимое. Это наша была спальня с Леной. Мы здесь спали. Вид шикарный. Ну и туалет раз. Душ, туалет, ванна. Что, кого выкидывали? Выкидывали, да. И вторая комната. Здесь Катя спала. О, коньтер работает. Здесь тоже прекрасный вид. И туалет, душ, умывальник. Вот такие прекрасные апартаменты. А комплекс называется... Виста-Маре. Вот так вот. Вакейшн-Ренталс. Виста-Маре. Виста-Маре. Вот он. Мы снимали это через Airbnb. В комплексе еще есть бассейн. Но у нас за двое суток даже не было времени там побывать. Бассейн тоже с видом на залив Самана. То есть, очень красивый вид. Можешь заехать? Бассейн-Бассейн хотя бы? Сейчас я постараюсь снять бассейн. Хотя бы на видео снимем. Раз мы там не поплавали. Посмотрим, от чего мы отказались. И может, все из-за мы вернемся? Нет, времени нет. Надо ехать. Все. Сейчас мы покажем бассейн, в котором мы за два дня даже ни разу не скупались. И даже здесь не были. Так, песчина налево. Бассейн налево. Туда. Ох, вот он. Алла. Вот такой вот прекрасный бассейн. Здесь были классные бы фотки. Блин. От чего мы отказались? Прекрасный бассейн. Блин, такой вид. Вообще. Вот мы даем. Круто. Ленчик, придется сюда вернуться. Я люблю Вистамара, да? I love Вистамара. Это называется так комплекс. Круто. Блин, Ленчик. Мне жалко стало, что у нас не было времени. Качелин. С видом вот такой прекрасный. Блин, комплекс. Да, мы вчера с нами продолжали пойти. Спасибо. Да уже уставшие были. Какой этот? Тут еще и спортзал. Джим. Ну, спортзал маленький. Круто. Ну, вид. Вид бассейна бомбический. Здесь можно реально фотки классные делать. Ленчик решила воспользоваться качелями. Или качель, да? Как правильно по-русски говорить. Качель с видом на залив Самана. С видом на остров Бакарди. А, ну тут еще можно сделать типа над пропастью. Вот немножко вам Ридонды горы. Качели над пропастью. Надо подсад с того снимать. Ну-ка. Да? Да, получается видео. Ух ты. Еще бассейн, что ли? Угу. Ну-ка. И это надо же показать. Ну-ка. И еще бассейн. Смотрите. Тут два бассейна. Еще и джакузи. Вау. Очень красиво. Здесь прям пейзаж настоящий. Вот так вот мы путешествуем, путешествуем. И не видим у нас дома вот такую даже красоту. Нам просто рапросто никогда. Потому что мы немножко выбрали именно путешествия, пешие прогулки к водопадам. А тут тоже такая красота. Меня прям это все обрадовало. Круто. Ну ладно, будет повод вернуться. Потому что комплекс нам понравился. Музыка. Музыка. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»